Перед тобой аддон «Битва за Европу» – это сборник дополнительных миссий к вышедшей в прошлом году РТС «Казаки-2. Наполеоновские войны». Оригинальная игра пополнилась тремя новыми нациями. К России, Франции, Англии, Пруссии, Австрии и Египту присоединились Польша, Испания и Рейнский Союз. С новичками связаны три из четырех новых компаний. Дорога на Вену повествует о противоборстве существовавшего с 1806 по 1813 год Рейнского Союза с очухавшимися после поражения при Аустерлице австрийцами. Затем следует честь польской короны. Тебе предстоит возглавить войска Великого герцогства Варшавского и вновь придется иметь дело с австрийцами. Только в отличие от дороги на Вену, здесь события развернутся не в 1809 году, а чуть ранее – в 1806. Третий по счету идет кампания «Иберийский вопрос». Здесь предлагается сыграть роль лидера испанского освободительного движения. Ты будешь помогать английскому герцогу Веллингтону уничтожать армию французского генерала Филиппона. Последняя, четвертая кампания называется «Сто дней». В ней ты поможешь опальному Наполеону набрать былую силу, добиться признания во Франции и пойти войной против всех крупных европейских держав. Апофеозом станет битва при Ватерло, так что у тебя есть реальный шанс повлиять на историю первой четверти XIX века. Кое-какие пополнения замечены в режиме баталии. К солидному набору известных исторических сражений добавилось еще три – легендарная схватка русских и французов на Бородинском поле, Лейпцигская битва народов и ранее упомянутая мясорубка при Ватерло. Из-за появления трех новых наций изменилась расстановка сил на глобальной карте в режиме завоевания Европы. Теперь все провинции разделены между девятью государствами. Независимо от выбранного персонажа и страны, начинать приходится в чине лейтенанта со скромным количеством солдат в подчинении. По мере накопления побед и присоединения новых территорий ты идешь вверх по карьерной лестнице. Увеличивается и число подразделений, появляются новые виды войск. Например, умеющие метать гранаты-гренадеры, подрывающие оборонительные сооружения саперы, метко стреляющие егеря, скоростные казаки, элегантные гусары и тяжеловесные кирасиры. Во время баталии решающее значение имеют три вещи – тактическая выучка, грамотная расстановка сил на местности и поддержание боевого духа на должной высоте. По-прежнему балом правит правило трех огневых зон. Чем ближе подошел противник, тем легче выкосить его ряды пулями. Но не стоит забывать про такую хитрость, как расположение отрядов в лесах. Деревья способны спасти даже от залпа в упор. Чем больше дорог пройдено, тем хуже настроение твоих подопечных, ведь длительные передвижения по местности способны вымотать даже самое опытное подразделение. Для марш-бросков войскам лучше всего построиться в походную колонну. К сожалению, графическая составляющая игры не претерпела никаких изменений. Достойно смотревшаяся год назад картинка сейчас выглядит слабовато. Хорошо, что не стареет музыка. Марши задают должный тон. Так и хочется обвести рамкой пару-тройку подразделений гренадеров, прикрыть их с флангов стремительной кавалерии и бросить на ничего не подозревающего неприятеля. Если тебе понравились оригинальные казаки-2 наполеоновские воины, то тебе всенепременно следует познакомиться со сборником дополнительных миссий битва за Европу.